Всем привет! С вами Сицилийская Висташка. Сегодня у нас обзор на новое растение. Это растение называется рапс. Этот рапс уникален по своим свойствам. И полностью все растение используется в промышленности. Сейчас на данный момент наибольшее количество гектаров активно засеянных именно в Канаде. На первом месте это сторона по добыче именно топлива, биодизеля из этого растения. Процесс достаточно такой интересный. Как это все происходит? Я хотела сначала показать именно его цветочки, как это выглядит. Он очень красиво выглядит визуально. И это растение, оно ароматное еще. У него аромат такой обильно цветущая, яркая. У него множество полезных свойств. Это растение богато маслами. Семейство этого растения капустное или крестоцветное. Родиной этого растения является Англия. Сейчас оно уже практически по всему миру можно его встретить. Но именно активно используют его в таких странах. В принципе и в Китае, и в России, и в Украине. Где еще в США оно используется, потому что биодизель уже в некоторых странах большое такое активное участие принимает, так сказать, в промышленности. Биодизель, именно биодизельное топливо, добывается посредством смеси моноалкильных эфиров, жирных кислот, и стриглицеринов, реакции и тарификации одноатомными спиртами. И далее жмых от этого растения, он еще идет на корм скоту. То есть это еще и хорошее кормовое растение, и также он является сидиратом и медоносом. То есть у него огромное количество каких-то таких преимуществ. Его биологическое описание. Корень стержневой, веретиновидный, утолщенный. Стебель прямостоящий, округлый, разветвленный, с 12-25 ветвями. Листья очередные, черешковые, в нижней части стебля лировидно-переста надрезанные. Цветки собраны в кистевые рыхлые соцветия. Плод узкий, прямой, слегка согнутый. Стручок расположенный под прямым или тупым углом. По отношению к стеблю длиной 6-12 см, шириной до 0,6 см. Створки стручка гладкие, слабо бугорчатые. По длине стручка проходит пленнистая перегородка. Семена очень мелкие, диаметр семени от 0,9 до 2,2 мм. Масса 1000 семян, 2,5 на 5 грамм у рапса. Семена сохраняют схожесть 5-6 лет. Ну и, соответственно, когда оно выращивается в больших масштабах, гектарами, там соблюдаются определенные меры по его произрастанию, чтобы не было никаких вредителей. И, соответственно, чтобы растение все равно можно было бы использовать. И чтобы масло было наиболее качественно, нужно его удобрять. И он требует полив. То есть, ну, в засушливую погоду, так как корневая система у него очень большая, он питается грунтовыми водами. Что еще? Также это растение амфи-диплоид, плодовитый гибридный организм. Ну, основное, конечно, его назначение именно, то есть, как масленичное, и что из него добывают биодизель. В Канаде разновидность рапс называется канола, то есть это сорт. Также есть растения, похожие визуально. Например, сурепка, горчица, гулявник. Они похожи очень внешне, но у него другие листики. Но визуально похожи. А так это рапс. Он есть азимый, есть яровой рапс. Немножечко свойства в них различаются, но тем не менее... Он также используется в таких промышленных масштабах, в больших объемах очень. Такое вот уникальное растение, можно сказать. Семейство рода капустные, крестоцветные, масленичная культура с большим экономическим позначением. Если говорить о его жирно-кислотном составе, в масле семян рапса содержатся жирные кислоты пальмитиновая, линолевая, олеиновая, стеариновая, и казиновая. Он достаточно холодно-стойок, то есть это тоже его преимущество. Всходы его могут при температуре даже минус 2 градуса сходить. То есть он в этом плане такой очень неприхотливый. И именно засаживаются, конечно, гектары поля. Смотрятся очень красиво. Ярко-желтые поля, цветущие, и причем еще очень ароматные. Такое вот необычное растение рапс. Просто уникальное и удивляет своей такой пользой. Потому что топливо биодизеля, оно более экологичное, так как оно не содержит серы. И, соответственно, для экологии это является очень хорошим показателем. Для экономики это растение очень полезное. Ну и, в принципе, еще, конечно же, оно красивое. Это нельзя не заметить. Такое очень активно цветущее. Визуально потрясающе выглядят, конечно. Цветочки. Ну вот такой маленький обзор. С вами была Стильская Ивсташка. Я вам желаю всего хорошего, сбыча ваших мечт. До новых видео. Всем пока-пока.